привет как ваши дела что мне пришел эволтон move так что давайте скорее его распакуем посмотрим из чего он состоит я поделюсь своими первыми впечатлениями от этого девайса из чего он сделан как он ощущается посмотрим какие там динамики это тоже интересно ну и выясним два важнейших факта которые мне необходимо узнать смогу ли я подключить его юсби через дополнительные девайсы к своему сетапу чтобы отдать медик лог может быть даже миди секвенцию и второй момент который хочу узнать может ли входящий сигнал получать этот девайс от других синтезаторов и как бы насквозь его пропускать это тоже для меня очень важно но могу ли я например не сэмплирует постоянно в него также пропускать какие-то синты то есть можно ли например каким-то другим синтезатором играть и будут муфы и что-то еще например ну и походу посмотрим может быть что-то послушаем какие-то демо пресеты которые у меня есть какие-то звуки наверное максимально что я смогу сделать первый день знакомства ну от вас я буду ждать обязательно комментариев что вам интересно про девайс узнать и скорее всего в следующих видео я буду об этом рассказывать вообще у меня плана в принципе идти шаг за шагом познавать этот девайс если конечно какой момент у меня отвернет от себя и рассказывать вам как на нем делать музыку так что подписывайтесь если вы еще не подписаны и мы начинаем посылка шла мне 6 дней это очень много потому что отправили этот девайс ребята не очень быстро потому что у них я так понимаю был ажиотаж но ничего сейчас посмотрим самое главное вы же помните да главное чтобы был дисплей на месте и никаких болтиков внутри так это и на войс такая крафтовая упаковочка с тиснением моготипа и болтон выглядит все симпатично красивенько оранжевый стикер который подчеркивает как бы эту упаковку защитная крышечка тоже с тиснением и болтон он тяжеленький давайте посмотрим что тут еще есть пригодится ли нам что-то сегодня такой интересный блок питания стильный круглый никогда не видел круглых питается по юсбс и юсбс и кабель хорошая печать ну и кажется все больше тут нет ничего этой коробки у меня когда-то был push 2 так что буду наверное сравнивать немножко с ним обожаю утилитарный дизайн мне кажется это очень круто знаю может быть куда-то сюда положим сейчас красоты на обратной стороне вот такие вот резиновые ножки лого apple ну что я могу сказать он довольно компактный давайте посмотрим о вот это два динамика их два интересно то есть они типа стерео на им что ли до кнопы очень тугие ту же чем на диджит акте и это тоже микрофон и вот она желтая кнопочка включаем magic нажмите колесо для того чтобы продолжить connect вай-фай yes please да это моя сеть так теперь нужно ввести паспорт надеюсь я правильно ввел пароль сейчас посмотрим после подключения он должен отобразиться вот в этой папке move . local он должен определять девайс и видите все сэмплики которые там есть как будто бы он не подключился сейчас посмотрим еще разок о зарубился долго подключался теперь он предлагает ввести пароль отлично и у нас есть доступ к сетам recordings и сэмплы recording сноу сэмпл сноу сэмпл и есть 4d на сэт тесно почему сам пункт мы туда сразу что-то закинем я буду учиться вместе с вами поэтому мало что пока понимаю давайте попробуем закинуть туда какие-нибудь сеты сэмпл точнее которые у меня есть сколько тут интересно гигабайт она немного 2 гига всего давайте покинем то что у меня есть туда обмен файлами происходит получается через браузер это очень удобно но не знаю по крайней мере пока удобно посмотрим как он будет загружать а показывает что батарейки 64 процента как только я включил его можно попробовать нажать апдейт проверить апдейты о уже есть новая прошивка 112 ну какая у меня сейчас у меня 10 вау то есть уже появилась новая прошивка это интересно эта кнопочка назад в принципе все интуитивно пока сейчас я дождусь когда загрузится сэмплы и наверное потом обновлюсь и так сэмплы перекинулись кажется но мне не нравится здесь несколько страниц как-то очень странно это все выглядит как будто браузер действительно ну то есть нет возможности прям взять и иногда отключается он может быть потому что у меня вайфай далеко находится ладно в общем короче не как в папке не очень удобно мне пока не нравится этот файловая система потому что я не мог понять все ли они скинулись потому что какой-то момент отключился чуть позже буду с ним разбираться вроде какие-то сэмплы закину давайте его подключим давайте что включим как он играет я так уже обзор ты смотрел вроде как нужно найти выйти в этот режим можно будет цвет какой-то например вот этот и послушать кнопки стоп я не вижу есть только запись причем-то запись она кстати более вогнутой туда нежели play наверное для того чтобы не перепутать когда будем работать этим девайсом сразу видно что здесь акцент идет на работу с кнопками и на работу вот с этими крутилками нежели с дисплеем что давайте попробуем подключим всю мою систему которая меня проходит все синты которые идут вот они обычно идут меня в аналоге tfx сейчас я подключу вот сюда во входящий канал не канала разъем и должен я как-то отсюда звук направить в black box например чтобы слышать какой-то метод кабелек нужно еще посмотрим стереофонические джеки здесь так звук пошел не будем обрабатывать пока его но прибавлю громко здесь и как я слышу уже входящий сигнал тоже поступает мой запустил ее с помощью секвензора то есть использовать его синтезатором похоже что можно я просто думал что эта штука отключается автоматически сейчас вы слышите как играют синтезаторы мои насквозь я хочу попробовать найти если какие-то настройки громкости например судя по всему их нет но сейчас все играет не в ритм потому что нам нужно синхронизировать синхронизироваться по миде 2 мой point который я хотел сегодня проверить у меня есть вот такой девайс и избит у миде такой конвертор и мне нужен и избе кабель блин а где же я такой найду крестью избе здесь изберем и такого нету нужен какой-то переходник не удалось синхронизировать я болтанов своими девайсами сделал я это правда не с помощью вот этого конвертера потому что здесь тоже usb вот такой разъем она обычный вот короче как в компьютере и на самом movie такой же я просто не нашел такой провод поэтому я запрограммировал свой миде хаб то есть я настроил следующую программу у него вот он у него есть в доступе такой миде хаб-эдитров который можно отправить миде допустим from миде и ту протеус или там бит степ и риф ну соответственно вот я сделал такие отправки здесь можно фильтровать например закинуть какой-нибудь фильтр и выключить клок там ну или что-то типа того короче удобная штука если у вас есть подобные штуки которые могут управлять с usb на миде сообщения то это вам здорово поможет давайте послушаем что у нас получается сейчас бас играет с артуре и драм-стейшн а это уже синт смула сейчас я бас оставлюсь бай-стейшн а вот здесь я уже установил 9 кик я могу прописать какую-то бочку воспользовался режим captcha давайте посмотрим какие тут настройки есть это тоже также режим captcha записывается что плавно настройках здесь должно быть наверное где-то так это метроном грув как он настраивается это у всего трек или у одного водной дорожки доставка в в в в в в в в старт сэмпла атаку тоже можно убрать никаких кликов я не слышу 4 синт я убрал его громкость вот так воли убрал на ноль потому что в настройках вот здесь настройках я поставил видео 4 трек сейчас играет протеус то есть я отправляю мидии на протеус вот Продолжение следует... Теперь нам не подходит та мелодия, которую мы делали до этого. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...